Антон Абрамкин 21 апреля решил почувствовать себя маленьким принцем. Встал утром, привел себя в порядок и отправился помогать природе. Это его второй субботник в жизни. Покидал песок в песочницу. Мы сегодня будем еще сажать цветы. Антон Абрамкин, житель Заречья, именно здесь старт. Общеобластному субботнику дал глава Денцовского района Андрей Иванов. Объем работ в поселении запланирован большой. Еще накануне вечером были опасения, что из-за погоды в него придется внести коррективы. Но природа не подвела. Это листва, это опавшие сухие ветки. И плюсом ко всему мы обновляем традиционно наши детские площадки. Сейчас мы планируем установить детскую песочницу, как символ заботы власти о детстве. Песочница деревянная и дорожка к ней будет также из спилов упавшего дерева. Акцент на общеобластном субботнике решили сделать на благоустройстве, в первую очередь дворовых территорий. В создании новой песочницы зареченцам помог Андрей Иванов. Юные жители поселения вместе с главой с энтузиазмом принялись за дело. У нас порядка 82 точек выдачи инвентаря, 189 площадок мы организовали для нашей акции. И практически вся коммунальная техника тоже задействована. Более 112 единиц сейчас помогает нашим жителям участвовать в таком прекрасном мероприятии, которое имеет не только практическое значение, но еще и воспитательное. Потому что люди, которые сегодня покрасят бордюры или ограждения, будут более трепетно относиться к общественному имуществу. В этом году в Заречье началась большая программа по внедрению системы раздельного сбора мусора. Первый шаг к ее реализации сделали прямо на субботнике, установили специальные урны. Это не только урны, это начало, я бы сказал, большого действия в плане раздельного сбора мусора. Это детские сады и школы воспитания и подготовка детей, вот именно к правильному отношению к отходам. Это на центральной площади и во всех домах раздельный сбор мусора. Это раздельный вывоз мусора. Лариса Лазутина тоже не смогла усидеть дома в субботний день. Почетная жительница Одинцова не пропустила еще ни одной экологической акции по уборке. А Ольга Лемарова, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, шутит. Уйдет на пенсию и будет вспоминать, как весело и с пользой проводила время на субботнике. Такая хорошая, очень старая традиция, но очень мудрая традиция, потому что это, мне кажется, даже еще больше сплачивает коллективы все. И я думаю, что здесь мы можем и пообщаться, и убрать, и увидеть друг друга, например, совершенно с другой стороны. Эту традицию мы поддерживаем со всем своим управлением. Мы не пропустили ни единого субботника. И нужно отметить, что погода способствует, несмотря на то, что метеорологическая служба предупреждала, будет дождь, будет снег. Но вот люди вышли, улыбки, прекрасное настроение. И погода тоже решила нам улыбнуться. Общий областной субботник завершен. Его участникам удалось собрать более 33 тысяч мешков мусора и привести в порядок почти 300 дворов. А месячник чистоты, стартовавший 14 апреля, продлится в Одинцовском районе до середины мая. Евгения Августина, Мария Шматкова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.